16 февраля Анне Грамолиной, заслуженному врачу РСФСР и почетному гражданину Люберецкого района, исполнилось бы 100 лет. По этому поводу в гимназии интерес прошел памятный вечер. Коллеги и родные вспоминали заслуги и неоценимые человеческие качества, основательницы местной системы здравоохранения. Не скромно, но я скажу, что вы знаете, на мой взгляд, это лучший главный врач. Так как она фронт умела предвидеть ситуацию, так как она фронт умела разрулить тогда, когда ситуации трудные. Несмотря на то, что она была большим трудоголиком, всегда находила время на семью. Детям и внукам смогла передать свою любовь к медицине. Дочь Анны Грамолиной признается, заслуги ее матери сложно переоценить. Ведь кроме большого профессионализма, в ней прекрасно уживались и человеческие качества. Сегодня те, кто работали с Анной Фроловной, говорят, что больше таких врачей не знают. Ее очень любили в районе, все больницы. Ее звали вообще-то мамой. Она была наставницей, она оберегала молодых, учила, как надо быть руководителем. Поэтому я очень много переняла от Анны Фроловной. И благодаря, конечно, ее деловым и человеческим качествам, район был на хорошем счету. Анна Грамолина основала Люберецкую систему здравоохранения, которая начала руководить в начале своей карьеры. После более 50 лет возглавляла Ухтомскую больницу. И эту сложную работу всегда совмещала с врачебной деятельностью терапевта. Интереснейшие вещи делаются ребятами и педагогическим коллективом в этой гимназии. Я очень благодарна коллективу педагогическому, ребятам, которые изучают опыт и хранят традиции Люберецкого нашего округа. И будут дальше из года в год передавать свои знания и опыт. В гимназии «Интерес» уже несколько лет открыт музей, где целая экспозиция посвящена медицине и, собственно, заслуженному врачу РСФСР. Помимо этого в учреждении работают профильные классы, в которых учатся 40 ребят, мечтающих спасать жизни людям. Вдохновляет, безусловно, потому что это женщина, которая смогла достичь таких высот, достичь славы. И тоже было такое стремление стать главврачом. А завершился вечер памяти символичным событием. Организаторы мероприятия подписали соглашение о сотрудничестве гимназии с учреждениями здравоохранения городского округа Люберцы и управлением образованием муниципалитета. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!